Не всем наши мысли нравятся, наверное, и на данном этапе мы понимаем, что, наверное, где-то, может быть, мы опережаем время, как с врагами народа. Сначала такой виск поднялся, потом народ вроде осознал и понимает, что на самом деле они существуют. Сегодня такая же ситуация складывается у нас с ответственностью за тех, кто снимает результаты работы нашей ПВО и результаты ударов. Ведь, по сути, мы противнику сильно в этом вопросе помогаем. Любая фотография или видео, она геопозиционируется. И моментально видно координаты, где эта установка находится и как ее обойти в будущем. А для нас самое главное, чтобы ничто нигде мимо не пролетело. Представители российского депутатского корпуса отреагировали на атаку дрона в Москве вполне предсказуемо. Предложили ввести уголовное наказание за распространение информации. Генерал-лейтенант, член Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев анонсировал принятие законов об уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников. Сегодня обозначили самое главное. Это уничтожение врагов народа, в первую очередь, на своей территории. Депутат посоветовал при обнаружении летального аппарата позвонить в полицию и больше ничего не делать. Милиция. Знаете, что произошло? Мы сейчас, я думаю, законы инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку отметил Гурулев. Сегодня хорошо, сегодня прилетело на Афибскую, вчера прилетело в Москву. И вот эти съемки, это просто беда натуральная. Для чего это делается? То же самое на фронте. Ну там, наверное, посерьезнее к этому относятся. Мы говорим о том, что кругом шпионы. Мы не понимаем пока, откуда тут запускаются все эти беспилотники. Кто были с Украины, кто с территории России. Ну ладно, бог с ним, они долетели у нас до Боровихи или до Москвы, до Новой. А те, которые долетели до Пскова, до Тверской области по газоперекачивающим станциям. Ну предельно понятно, что враги внутри. Они есть, они никуда не делись. Именно такие решения, по сути, главная реакция российской власти на высказывание мнения о войне в Украине. Уголовное наказание стало наиболее распространенным способом заткнуть рот россиянам и жителям оккупированных Россией украинских территорий. Война идет с НАТО, поэтому не расхлябанными надо кое-кому быть, а собраться и принимать пусть и не популярные, но необходимые меры. Вы называете войну войной, говорите об украинской принадлежности оккупированного Крыма или Донбасса, рассказываете о преступлениях российской армии, читаете книгу на украинском языке, просто надели сине-желтым? Что ж, вы дискредитируете российские вооруженные силы. Не совсем обнаглели. Сейчас вот предлагают просто не смотреть вверх, чтобы не видеть беспилотников. А тот, кто увидит и уж тем более выложит увиденное в сеть, теперь вполне может подвергнуться уголовному наказанию. У нас же есть уже у каждой проблемы фамилии и отчества, и скоро, наверное, придется называть и фамилии, и имена, и отчества. В Крыму такая тактика запугивания и замалчивания применяется с первого дня оккупации. Как еще можно было заставить людей, еще недавно живших в Украине и не собиравшихся, не менять гражданство, не оказываться в соседней стране с ее авторитаризмом и глупостью, поверить, что Россия здесь навсегда. Да, уверен, только показательными наказаниями, только запретами на реальную информацию, только репрессиями против тех, кто хочет говорить правду, только уничтожением политической жизни гражданского общества, свободной журналистики. А теперь то, что от всего этого еще оставалось, выпалывают по всей России. Причем, похоже, речь идет уже даже не о гражданском обществе, не о журналистах и не о политических активистах. Речь идет об обычных людях, которые захотят поделиться со своими соседями информацией об угрозе. Именно они могут стать первыми жертвами новых законов, а это и есть возвращение к временам настоящего сталинизма. Потому что сталинский авторитаризм карал уже не политических противников, с ними было покончено еще в эпоху раннего большевизма. Он был направлен прежде всего против обычных людей, против своих же собственных сторонников, чтобы не разносили ненужную информацию, не клеветали, не паниковали, не придумывали. В русском и английском и в других языках есть поговорка «собака лает, а караван идет». Ее трактуют так. Движению каравана вперед ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Я недавно узнал, что смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Поэтому СМЕРШ и расстрелы. СМЕРШ вообще необходим. Где наш СМЕРШ, о котором вы уже столько говорите? Вы что, хотите как при Сталине? Знаете, я вам так скажу. В каких-то вопросах Сталин был крайне эффективен. А СМЕРШ в том или ином виде надо воссоздавать. И полномочий надо возвращать. Вводить в стране военную цензуру. Разбираться с предателями, которые действуют внутри нашей страны. СМЕРШ, СМЕРШ и еще раз СМЕРШ. За всех думает вождь. Только он знает правдивую информацию и принимает правильное решение. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все, что вы сделали для нашего народа. Так, между прочим, всей страной и проспали. 22 июня 1941 года. Что было дальше? Киев бомбили, нам объявили. Сейчас тоже бомбят Киев, по примеру, гитлеровцев. А вот объявлять о том, что Россия устроила изнурительную войну, которая в конечном счете пришла и на ее землю, не спешат. Зачем паниковать, если не паникует Путин? На сегодня, наверное, может быть слишком эмоционально, но предельно понятно, что в стране надо навести порядок. Мне бабушка много про него рассказывала. В принципе, это очень хороший человек был. Так как, например, если сейчас взять, если будет война, то просто мы не выиграем эту войну. Потому что так он сделал почти весь план, все продумал. И без такого человека сейчас не прожить. Ну что ж, Сталин все исправит. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok